Сегодня мы провели итоговое совещание по первому кварталу, подвели итоги работы отдела внутренних дел. Мы поставили задачи на второе полугодие 2015 года, чего нам нужно применить, чего достичь, что провести, какие мероприятия, в том числе по охране общественного порядка. Много мероприятий будет сейчас, в предыдущих праздников. Первый квартал 2015 года, в 2017, 274 преступления, это минус 24 к прошлому году. Раскрыто было 188 преступлений, это плюс 16 преступлений. Нераскрытыми остались 61 преступление, минус 7 в прошлом году. Общая распространенность составила 75,5%, это почти плюс 4% к прошлому году за первый квартал. Тяжких преступлений было зависимо на 72, это плюс 8 в прошлом году. Раскрыто 43,5% и они раскрытыми остались 26 на уровне прошлого года. Раскрываем 62,3%, к сожалению, минус 3% к прошлому году. Убийств у нас всего было зарегистрировано 2 за первый квартал, тяжких телесных 3, минус 2. На сегодняшний день они все раскрыты, что убийства, что тяжких телесных, короче, ждали. Грабежей было совершено на территории района 5, это плюс 3. Все они раскрыты на сегодняшний день. Разборенных нападений на территории района в этом квартале, в первом квартале, не зарегистрировано. Кражи. Краж было разрешено 86, это минус 11 в прошлом году. Раскрытыми преступления 39, минус 9 в прошлом году. И нераскрытыми остались 34, минус 1. Раскрываемость 54% всего, это минус 4 в прошлом году. Вот такая, вкратце, ситуация оперативная на территории района за первый квартал этого года. Есть определенные позитивные моменты, есть некоторые моменты, которые нас не могут устраивать. Это, в частности, раскрытие краж, где на 4% мы эффективно свои работы снизили по сравнению с прошлым годом. Но есть наработки, и, соответственно, мы понимаем, что есть уголовные дела раскрытые в производстве следственного отдела. И дознания, которые еще на сегодняшний день считаются раскрытыми, но не направлены в суд. Кто у нас с суицидом последний? Он говорит, спрашивает, нечего отрезать, на дикой поля. По крайней мере, хотя бы вот эти разговоры, когда повесили и так далее, и так далее. Какие спрашивают? Здесь, я думаю, что можно будет в оконцовке рассказать, что конкретно. Пока не сущны, но разговаривались причины, а не общество, пока ответа от своих причин. Мы слышали, что это причина, не сущен на суициде. Попытки суициды, это и таблетки, это и нанесение телесного повреждения себе различного рода. И потом, в общем-то, это все спасают людей. Там ловлено где-то там обнаружили, где-то там еще что-то. Попытки есть. Подачникам, если вернуться, если вот сейчас, которые приехали на огородники и видят каких-то сомнительных личностей, им как поступать? Вот они просто ходят, я думаю, что тут в определенной степени лучше просто позвонить и сообщить. Потом выезжаем, нам дают, мы начнем распутывать какие-то там серии крашки, можно так сказать. То есть звонить не возвращаться? Лучше, конечно, лучше сообщить, приедем, задерживаем, заберемся, посмотрим. У кого влияние на криминальную обстановку, криминальное обстановление мастер-байтеров? Ну да, приемлемо. Не важно, может быть, с мастер-байтерами, с иногородними, с других регионов, с других республик. Количество, естественно, иногородних и так называемых мастер-байтеров низилось, да, в глазы. Но сегодняшний день мы можем сказать, что и в отношении граждан ближнего зарубежья и гражданами ближнего зарубежья совершаются ряд преступлений. Оно, конечно, не в том количестве, сколько было, скажем, прошлые годы, но оно, в моем случае, имеет место в бытности, в общем, и между собой они там тоже что-то делят периодически. То есть все есть. В настоящий праздник, где традиционно дело будет работать, особенно 9 мая, весь личный состав, 100% будет обеспечивать управление общественного порядка на проведении праздничных мероприятий, подключенных к 70-й годовщине. Мы будем охранять по 12 мая. В рощу 500-й имеем в виду? В рощу 500-й, в Амбурге, да, соответственно, тоже мемориальное кладбище, поэтому дабы в избежание таких любых инцидентов, понимаем. Что в этом году ожидается? События таких, типа Олимпиады, не предвидится, куда-нибудь личный состав, кто будет на месте? И о, все-таки, вот, с начала года, оптимизация, снижение расходов, сокращение, вакансии. Что случилось с начала года? Вакансии у нас не сократили, как вы выразились. Вот, нет, не сократили вакансии. Пока мы только слышим о том, что в Министерстве на ПДД будет сокращено проект на 100 тысяч, с 20 до 20. Но пока это все где-то в разговорах, никаких конкретных указаний, в сокращении, не идет. Я так думаю, что он могло что-то поступить, но, по крайней мере, в разговорах было о том, что будет способность, наверное, с управляющими аппаратами в АТИ. Я надеюсь, что на территорию это все не пустится. Форума мошенническая остались все те же самые, значит, это... Но телефонное мошенничество в меньшей степени, на сегодняшний день, на них в любом случае присутствует. Это форум мошенничество, снятие порча, соответственно, обмен денег, ну, это будет пенсионер. Сейчас 9 мая опять могут пойти все эти ассо, надо предупредить, ладно? На этот весь вопрос мы как раз и не хотели сказать, что, значит, о том, что у нас еще. Различного рода мошенничество по интернету. Это заказ товара, присчисление денег, значит, изначально, да? Потом заблокирована банковская карта. Подойдите там, нажмите и так далее, так далее. Значит, пыли, несколько мошенничество покупки автомобиля, но, к счастью, это только люди приезжают в наш адрес, причем потому, что мошенники указывают в городе Виндесет, это житель Виндесет, продающий машину. В интернете висит машина, значит, очень дешево. Люди с регионов покупаются на это дело, значит, им говорят, что у меня тут машина в родной части, вот, или числительные задаток по различным формам, да? И тогда я, в общем-то, снимаю ее с продажи, вы приезжаете, забираете машину на остальную сумму, чтобы заплачивать уже на приезде. В преддверии вот этих вот праздников, соответственно, надо предупредить своих близких родственников о том, что могут быть мошенники активизироваться именно на такую-либо помощь со стороны социальных защит. Вот, и мошенническим путем будут похищать деньги у недалековых и тиранов, у нас троевых граждан, у миссионеров, рассказывать о том, что какая-то ваша реформа денежная и еще что-то еще. То есть, в этом плане, конечно, мы хотим уже сейчас ближайшие моменты к празднованию, и надо говорить о том, что нам надо будет активизация. В принципе, в предыдущиеся война, они показывают, что где-то это, в своем случае, не где-то, а даже в нашем районе, просто протекает только внести. Наверное, надо сказать, что если приносит, касается, какую-то социальную помощь, то обязательно присутствуют члены ветеранской общественной организации там. Нет, окажется, потому что говорили об этом, что никто по одному не ходит. Судзащита. Ну, вообще, если так, кто стоит на учете, они своих работников знают в лицо. И никто там извне, и какие-то там непонятные волонтеры там, или еще кто-то там, вот этого не должно быть и не будет. Надо сразу же, естественно, осторожиться, если вы у человека не знаете в лицо, и вам рассказывают о какие-то доходы, я думаю, что необходимо, ну, опять же, может быть, наступать в какой-то конфликт, а просто надо отказаться от общения, не более того. Ну, и, соответственно, и по возможности сообщить, что нужно участие в этой волонтере.